Омская крепость 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 Омская прокуратура защитила религиозные чувства жителей Новосибирска Омская крепость 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 транспорта. Так, на пересечении улиц Транссибирской и Авиационной расположены сразу три остановки. На одной из них отсутствует заездной карман и павильон. Людям приходится рисковать своей жизнью и ожидать автобуса на обочине. Кроме того, на этой остановке, а также двух других, расположенных на противоположной стороне, нет тротуаров. Администрация города не согласилась с требованием прокурора по благоустройству территорий, объяснив свое бездействие отсутствием денег. Прокурор округа направил исковое заявление в Центральный районный суд города Омска с требованиями к администрации города Омска в обязании устранить выявленные нарушения. В настоящее время решением Центрального районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение данного решения поставлено на контроль в прокуратуре Кировского административного округа города Омска. Прокуратура области стоит на защите окружающей среды. Например, в Москаленском районе местные жители бесконтрольно добывали из озера икру рачков Артемии. За несколько дней сельчане выловили из водоема 2,5 тонны биоресурсов, причинив тем самым государству ущерб на сумму почти 700 тысяч рублей. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москаленского района признала законом постановление дознавателя ОМВД России по Москаленскому району о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов, совершенной с причинением крупного ущерба на особо охраняемой природной территории группа лиц по предварительному сговору. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы до двух лет. В Ленинском округе Омска прокуратура защитила мать и ребенка от бездействия коммунальщиков. Средь бела дня на женщину с коляской с крыши упала снежная глыба. Пострадавших увезли на скорой помощи, а Мичка получила ушибы и растяжения. Ребенка от гибели спасла коляска. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ТСЖ по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Контроль за ходом расследования уголовного дела для прокуратуры округа на контроль. Кроме того, необходимо отметить, что по данному факту прокуратуры округа в отношении председателя товарища собственников жилья Южный возбуждено дело об административном повышении по статье 7.22 в части ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома, которое направлено на рассмотрение в Государственную жилищную инспекцию. В Калачинском районе после вмешательства прокуратуры 7 граждан из категории детей-сирот получат квартиры. Согласно российским законам, выпускники детских домов по достижению 18 лет имеют право на получение жилплощади. Однако экономическая ситуация не позволяет предоставить жилье сразу всем нуждающимся. Так, например, 25-летний Кирилл Вербенко 7 лет ждал свою квартиру. В последнее время молодой человек со своей гражданской женой проживал в дачном домике. И вот на днях семья справит новоселье. Очень долго ждал этого с обычного дня, но дождался. И снимал хату, квартиры и устрижил. С того момента, как Кирилл обратился в прокуратуру, и до вступления в силу решения суда прошло 4 месяца. В ближайшее время 7 молодых жителей Калачинска получат ключи от новых квартир. Люди обратились к нам за помощью в связи с тем, что длительное время им не предоставляется жилое помещение. Причины непредоставления, я думаю, они как объективный, так и субъективный характер носят. Где-то, допустим, не были, не своевременно были подготовлены документы на предоставление жилья, как самими детьми-сиротами. Не исключаю, что были проволочки определенные и на уровне министерств. Ну и, наверное, самая главная и основная проблема все-таки это бюджетное финансирование. Поскольку, как я сказал, это расходные обязательства субъекта, причем расходные обязательства достаточно масштабные. По данным контролирующих органов, с годами количество нуждающихся в жилье детей-сирот не уменьшается. При этом прокуратура обращается в суд не только по заявлениям граждан, но и по собственной инициативе. В 2015 году органами прокуратуры Омской области выявлено более 100 тысяч нарушений федерального законодательства, что послужило основанием для внесения около 50 тысяч актов прокурорского реагирования. К различным видам ответственности привлечены 20 тысяч должностных лиц органов власти и организаций. В последние годы противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. В прошедшем году выявлено около 6,5 тысяч подобных нарушений закона. Свыше полутора тысяч лиц привлечены к ответственности. По материалам проверок возбуждено 37 уголовных дел. Наиболее коррупционными по-прежнему остаются сферы расходования бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, в том числе и землей. В далекие советские времена прокуратуру люди часто называли «бюро жалоб простого человека». Приоритеты деятельности ведомства с годами не поменялись. Особое внимание люди в погонах уделяют соблюдению прав и свобод граждан, в том числе незащищенных социальных категорий. В органы прокуратуры омичи обращаются с самыми различными проблемами. Со стороны эти беды могут показаться незначительными, но для простого человека они очень важны. Каждое рассмотренное обращение получает объективное и окончательное разрешение. Так, в 2015 году в Омской области к прокурорским работникам обратилось более 20 тысяч человек. В ведомство поступило более 60 тысяч заявлений. Каждое шестое из них было удовлетворено. Нередко именно меры прокурорского реагирования являются единственным возможным инструментом воздействия на допускаемые нарушения и, как правило, способствуют реальному восстановлению прав граждан, интересов общества и государства. И вполне закономерно, что в 1995 году первый президент России Борис Ельцин издал указ об установлении 12 января дня работника прокуратуры. Будут выборы в Думу и в ЗАГС собраний. Как правило, в это время более активно действуют граждане. Больше жалоб поступает, обращений. Соответственно, мы ожидаем, что будет насыщенным этот год. Кроме вопросов, связанных с социальной сферой, мы будем обращать особое внимание также вопросам борьбы с экстремизмом, с терроризмом. Это важное направление. Также, конечно, традиционно вопросы, связанные с защитой прав несовершеннолетних, а также борьбы с преступностью и с коррупцией в том числе. Коллективу я бы хотел пожелать прежде всего стабильности, успехов, конечно, в работе и благополучия и добра в семье. Потому что на этом основывается на семье все благополучия наших граждан, в том числе и наших работников.